Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святаго Отца нашего Иоанна Златоустова. Слово к верующему Отцу. Продолжение. Поэтому лучше вооружать сына с юного возраста, когда он власти над собой и ничем не связан. Лучше не только по сказанным причинам, но не меньше и потому, что имеет быть сказано. Преступивший к любомудрию в конце своей жизни употребляет все время на то, чтобы посильно омыть грехи, соделанные в прежнем возрасте. И на это истощается все его усердие. Но часто он не успевает и в этом, а отходит отсюда с остатками ран. А кто с юных лет вступил в подвижничество, тот не тратит времени на это и не сидит, врачуя свои раны. Но с самого начала уже получает награды. Для первого желательно избавиться от всех ран, а последний с самого наступления на поприще воздвигает трофеи и присоединяет победы к победам. Он как олимпийский борец с юного возраста до старости шествуя среди победных восклицаний, отходит туда увенчанной бесчисленными на главе венцами. С кем же ты желаешь быть твоему сыну? С теми, или которые с великим дерзновением могут взирать на самих архангелов? Или с теми, которые стоят вместе со всеми и занимают последнее место? Такие, конечно, займут последнее место, если даже будут в состоянии преодолеть все препятствия, какие исчислил я теперь. Если не постигнет их преждевременная смерть, если затем не воспрепятствует жена, если не получат они столько ран, что и для излечения их недостаточно будет всей старости, и если навсегда сохранят свое расположение к благочестию твердым и непоколебимым. Когда все это сойдется, тогда они едва займут место между последними. С ними ли ты желаешь быть твоему сыну? Или в числе тех, которые блистают в первом ряду воинства небесного? Кто же скажут так жалок, чтобы пожелать своим детям первого, а не последнего? Но мы следуем привычке и хотим, чтобы они были при нас. Этого и я желаю и не менее вас, родителей. Молюсь, чтобы они возвратились в родительский дом и вознаградили вас за воспитание так, что других равных воздаяний и найти было бы невозможно. Но не будем требовать от них этого теперь. Не странно ли, посылая их учиться красноречию, удалять надолго даже из отечества, или когда они намереваются изучить какое-нибудь слесарное или другое еще более низкое ремесло, не пускать их в свой дом, а приказывать и обедать и ночевать в доме учителя? Когда же они намереваются приступить к изучению нечеловеческой науки, небесного любомудрия, то час отвлекать их от этого прежде, нежели исполниться нами желаемое. Иной, учащийся ходит по натянутой веревке, надолго расстается с родными. А те, которые учат возлетать от земли на небо, мы станем удерживать при родителях. Что может быть хуже такого безрассудства? Не видите ли, что и земледельцы, как не сильно желают получить плоды трудов своих, никогда, однако же, не решатся собирать их преждевременно? Так не будем же и мы прежде времени отклонять сыновей от пустынической жизни, но предоставим урокам укрепиться в них и семенам благочестия укорениться. Не будем беспокоиться и скорбить, хотя бы должно было им воспитываться в монастыре 10 или 20 лет, Потому что чем кто более станет упражняться в школе, тем более приобретет силы. А лучше, если угодно, не станем назначать срока. Но пусть будет единственным пределом то время, когда посеянные в сыне плоды достигнут зрелости. Тогда пусть он возвращается из пустыни, а прежде нет, потому что от поспешности нашей произойдет только то, что он никогда не будет зрелым. Кто преждевременно лишается питания в корне, тот и в надлежащее время не будет годен. А чтобы этого не случилось с нашими детьми, будем терпеливо переносить разлуку. И не только сами не станем торопить, но если они захотят возвратиться преждевременно, не позволим. Усовершенствовавшись, сын будет для всех приобретением, и для отца, и матери, и для дома, и для города, и для общества. Если же он возвратится, не достигший цели, то будет предметом посмеяния и позора, и повредит себе и другим. Не будем же делать такого вреда. Отправляя сыновей на чужбину, мы хотим увидеть их тогда, когда они усовершенствуются в том, для чего предприняли путешествие. Если же они возвратятся прежде, то мы не столько получаем удовольствие от их прибытия, сколько скорбь от того, что они возвратились без пользы. Так не крайне ли безрассудно, в духовном не прилагать и такого попечения, какое мы показываем в отношении к житейскому. Но там любомудро переносить разлуку с детьми, даже с пожеланием большего продолжения ее, если это будет сколько-нибудь полезно. А здесь быть столь нежными и чувствительными к разлуке, что от такого малодушия и погибают величайшие блага. Имея при том здесь гораздо больше утешений не только в том, что дети посвятили себя важнейшим занятиям. И непременно достигнут своей цели, и ничто не разрушит их надежд, но и в самой даже разлуке. Когда дети находятся в дальнем путешествии, то трудно видеться с ними, особенно и расследители будут в преклонных летах. А здесь можно часто приходить к ним. Так и станем делать. Когда детям еще нельзя прийти к нам, будем мы приходить к ним для свидания и собеседования. От этого нам будет много пользы и удовольствия. Мы не только будем радоваться при свидании с любимыми детьми, но и возвращаться домой с великими плодами для нас самих. А нередко и сами останемся с ними, проникнувшись любовью к любомудрю. Итак, станем вызывать их тогда, когда они сделаются крепкими и способными приносить пользу другим. Тогда только будем выводить их оттуда, чтобы они были светом для всех, чтобы светильник стоял на свечнике. Тогда вы увидите, каких детей отцы вы и каких тех, кого вы считаете счастливыми. Тогда вы узнаете пользу любомудря. Когда дети ваши станут врачевать людей, страдающих неизлечимыми болезнями. Когда будут прославляться, как общие благодетели, покровители и спасители. Когда будут служить с людьми на земле, как ангелы, обращать на себя взоры всех. Или вернее, что бы мы ни сказали, нам не высказать всего того, что можно видеть на опыте и на самом деле. Так и законодателям надлежало бы поступать, чтобы делалось должное. Не тогда внушать молодым людям страх, когда они сделаются мужами, но наставлять и направлять их в детстве. Тогда и впоследствии не было бы нужды в угрозах. А теперь бывает то же самое, как если бы какой-либо врач, начинающему заболевать, не говорил ничего и не указывал, чем ему освободиться от болезни. А не изнуренному и неизлечимому стал бы преподавать бесчисленные правила. Так и законодатели тогда руководят нас, когда мы уже развратились. Но не так поступает Павел. Он приставляет к детям, учителям, добродетелям сначала из юного их возраста, преграждая порокам доступ к ним. Самое лучшее учение не то, когда допустив наперед порокам, а держать верх, потом стараются изгнать их, но то, когда употребляют все меры, чтобы сделать природу нашу недоступную для них. Посему увечевая не только удерживать других желающих поступать так, но и самим действовать и спасать ладью жизни, и стараться, чтобы она плыла при попутном ветре. Подлинно. Если бы мы все усвоили себе такой образ мысли и прежде всего другого ввели детей к добродетели, считая это главным делом, а все прочее предаточным, то отовсюду произошло бы столько благ, что, перечисляя их теперь, я показался бы при увеличивающем дело. Если же кто желает убедиться в этом, тот хорошо может узнать это из самих дел и изъявить нам, а прежде нас Богу, великую благодарность, видя, что на земле процветает жизнь небесная, и что вследствие этого учения о будущих благах и воскресении принимают с верою и самые неверные. Продолжение следует.